Новое министерство водных ресурсов и ирригации должно сосредоточиться на защите водных объектов, включая борьбу с загрязнением воды, считает аналитик по вопросам геополитики Уалдер Алехандро Санчес. Решение властей Казахстана о его создании является хорошей идеей, уверен эксперт. За посланием главы Казахстана Касымжомар Токаева внимательно наблюдали американские экспертные круги, которые дали положительную оценку новым инициативам, передает Казинформ. Ранее Уалдер Александр Санчес опубликовал эссе «Зеленая стратегия Казахстана. Сохранение степей зелеными» для научного журнала, где обратил внимание на экологические проблемы и приоритеты Казахстана, включая охрану основных водных объектов страны – озера Балхаш, реки Урал и Каспийского моря. Изменение климата сделает водную безопасность еще более важной для Казахстана в ближайшие годы. Новое министерство водных ресурсов должно будет сосредоточиться на защите водных объектов, включая борьбу с загрязнением воды, уверен эксперт. Он сообщил, что последствия изменения климата становятся все более очевидными и разрушительными, а правительство должно иметь стратегию по защите своих природных ресурсов и окружающей среды. Затухи, загрязнение воды и рост населения – все это причины, по которым Астана должна разработать краткосрочные и долгосрочные стратегии, а также политику в области водоснабжения, чтобы дефицит воды не превратился в национальный кризис в ближайшие годы. Кипр, Греция и Израиль договорились активизировать сотрудничество по энергетическому коридору из Восточного Средиземноморья в Европу. Об этом заявили лидеры трех стран после встречи в Никосии, передает Синьхуа. Президент Кипра, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяхо и глава правительства Греции Кириакос Мицатакис отметили, что энергетический сектор, в частности природный газ, электроэнергия и возобновляемые источники энергии являются прочной основой для сотрудничества в регионе. В свете растущей потребности в энергетической диверсификации и взаимосвязанности в связи с геополитическими событиями мы подтвердили общую заинтересованность в продвижении перспектив создания надежного энергетического коридора. Из бассейна Восточного Средиземноморья в Европу, говорится в совместном заявлении. Нетаньяхо заявил, что Израиль и Кипр примут участие в экспорте природного газа в Европу в течение ближайших трех-шести месяцев. Как отметил израильский лидер, газовый коридор должен базироваться либо на строительстве газопровода, соединяющего Восточное Средиземноморье с Европой, либо на отправке природного газа с морских месторождений по трубе на Кипр и строительстве там завода. В Кипр и Израиль отрыли несколько морских месторождений природного газа. В настоящее время они находятся на стадии разработки, а Греция только начала разведку в своей экономической зоне. Забастовка сценаристов в Голливуде, которая длится 4 месяца, обошлась экономике Калифорнии почти в 5 миллиардов долларов, передает бизнес-инсайдер. Это намного больше, чем изначально прогнозировали аналитики. И цифра может вырасти, поскольку последние переговоры между профсоюзами и киностудиями оказались безрезультатными. Происходящее привело к остановке производства многих телешоу и кинопроектов, что в свою очередь отрицательно сказалось на работе предприятий общественного питания, химчисток, водителей, прокатных компаний и других организаций, имеющих отношение к киноиндустрии, рассказал Кевин Клоуден, главный глобальный стратег Института Милкина, проводившего исследования. Сценаристы бастуют более 120 дней, и ущерб экономике штата превзошел показатель 2007-2008 годов, когда проходила прежняя забастовка. Она длилась 100 дней, потери тогда превысили 2 миллиарда долларов. Нынешняя забастовка обходится Калифорнии в 30 миллионов долларов в день, сообщала гильдия сценаристов Америки в мае. Двух жителей Китая задержали за то, что они повредили участок Великой Китайской Стены, пишет Гардиан. Полиция установила, что 38-летний мужчина и 55-летняя женщина работали на стройке недалеко от исторического памятника. Они захотели сократить путь на работу, поэтому использовали экскаватор, чтобы пробить стену. Пострадавший участок, расположенный примерно в 6 часах езды к западу от центра Пекина, восходит к временам китайской династии Мин. Подозреваемые нанесли необратимый ущерб стене эпохи Мин, которая считалась относительно неповрежденным участком, имеющим значительную исследовательскую ценность. В настоящее время двое подозреваемых задержаны. В соответствии с законом расследование дела продолжается. Гардиан напоминает, что Великая Китайская Стена является одной из сохранившихся полноценных стен и сторожевых башен времен династии Мин. В 1987 году ее внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова